Ранним утром на площадке Устелы, город воинской славы, в праздничном строю в ожидании стартов замерли 36 команд. Почти 400 юношек и девушек решили испытать свои силы в эстафете, посвященной великой победе. Во всей стране проводится мероприятие, посвященное этой великой, священной дате, когда наш народ, наша страна в 1945 году победила фашистскую Германию, сломав ей гребет и водрузив знамя победы над Рейхстагом. Настрой боевой, ведь многие ребята занимаются спортом не первый год. Активный образ жизни, там нужно как-то себя в спортивную форму приводить, а как бы игры в компьютер, диванные люди, они как бы, ну, это не то все, надо спортом заниматься, жить активно. Я всегда бегаю за свою школу, это уже не первый раз, и мне нравится бегать, то есть это спорт, я люблю заниматься спортом. В ходе эстафеты среди команд было разыграно 4 главных приза, а также определены победители первого, самого протяженного этапа. В итоге первыми доставили эстафетные палочки к финишу и завоевали кубки команды школ номер 7 и 31. В личном первенстве в забеге на самую длинную дистанцию 3780 метров лучшее время показали Иван Стародубцев и Ирина Тузлукова. Дистанция была нормальная, ощущение тоже хорошее, победа. Да, серьезные соревнования, но я хожу на легкую атлетику, поэтому было нормально, готова на тренировках. В прошлом году, по сравнению с другими эстафетами, и в этом году и количество участников, и уровень команд значительно возрос. Есть у нас и более слабые команды, и более сильные команды, но если у нас раньше доминировала 1-2 команды, то сейчас у нас идет уже достаточно плотная борьба между командами, это очень радует. Абсолютным победителем на всех этапах эстафеты признаны спортсмены Олимпа и единственные спортивные школы, принявшие участие в эстафете.